МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Автоэкспертиза». Меня зовут Максим Приходько. А знаете, в Москве это жара, возможно, в вашем городе тоже тепло. Значит, самое время бросить эти душные железки, хотя некоторые в этих железках и кондиционер сами устраивают, а тем, кому совсем повезло, покупают машину сразу в кондиционер. Поэтому мы бросаем это все в сторону. И сегодня будем ездить на скутерах. Да, естественно, буду делать не один. Напротив меня замечательный мужик, человек с большой буквы Ч. Александр Жихарев, я ничего не соврал про большую букву и так далее? Ну, я польщен. Нет, но тут ни капли рекламы, это чисто правда. И тут у любого спроси. Это будет так. Почему я его позвал? Ну, потому что он свой брат автомобилист, это раз. А во-вторых, он страшный фанат скутеров, это два. Согласитесь, наш брат обычно делится четко на два лагеря. Те, кто любит четыре колеса, и одновременно ненавидит тех, кто ездит на двух колесах. А равные наоборот. Вот Александр, это такой вот уникальный сплав, когда он любит как четыре колеса, так и два колеса. Поэтому все о скутерах. Только о скутерах ничего больше. Это то, что раньше, да, перед тем, как вот мы запустим голосование, покажем сюжет, Христорадис, скажи мне, как правильно, скутер, мопед или как вот это вот еще вот... Еще можно назвать скутеретто. Скутеретто, да. А еще, господи, при советской власти это было. Мокик. Мокик-зит-пилот. Я помню в глаза, это было мечтать детство, когда мне было 14 лет. Ну, если мы говорим с точки зрения, с точки зрения правил российских, правил дорожного движения, то все это называется мопедом. Не, не продавали. Мопед. Все. Это я просто для себя такой некий маячок, чтобы... Знаете, друзья, а то скутер как по-буржуински. Все-таки, да? Нет, ну, другое дело, что в обиходе все-таки у нас идет деление. То есть мопедом называют, как правило, это малокубатурная техника, где вручную переключается передача и так далее. Я понял. Значит, мопед – это Карпаты Спорт. Такой был мой брат. Тоже я мечтал. А скутер? Скутер, как правило, это с вариатором. Это Веспа. Ну, в том числе и Веспа, да. Не в том числе, а это единственная модель, которую я знаю. Она красивая. Нет, мне тоже Веспа очень нравилась. Я даже одно время на ней ездил, но потом мне сказали, что я на ней выгляжу, как медведь в цирке. Пасеньки, Шарков. 617-95-55, префис 495. Добро пожаловать с вашими вопросами. СМС-портал для России 5577, для Казахстана 4444. Сегодня выбираем скутер. Он же мопед, он же скутеретта, он же моких. Все? Да, а скутеретта, это, ну, можно назвать неким промежуточным вариантом между скутером и мотоциклом. То есть скутеретта, у нее двигатель, он расположен между ногами. Он ушел в высшую математику. Сейчас посмотрим сюжет, и сразу многое станет понятно. Добро пожаловать к нам, мы выиграем скутер. Не так давно в нашей стране открылся мотосезон, который в силу климатических условий не такой уж и продолжительный. Но, несмотря на это, с каждым годом двухколесной техники на дорогах становится все больше. Не в последнюю очередь это связано с тем, что плотный трафик крупных городов вынуждает людей пересаживаться на мотоциклы, мопеды и скутеры. Последние, в свою очередь, становятся все популярнее. И на то есть веские причины. Мопеды и скутеры не прихотливы в обслуживании. На рынке есть много предложений от японских, китайских, тайваньских и других производителей. Да и вторичный рынок переполнен предложениями на любой вкус и кошелек. Более того, до недавнего времени управлять мокиками, скутерами или мопедами с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров мог любой желающий с 16 лет, не имеющий абсолютно никакой подготовки. Но в наши дни для вождения мопедов и до 50 кубиков необходимо наличие водительского удостоверения или временного разрешения на право управления транспортным средством соответствующей категории. Именно об этом мы поговорим в сегодняшней программе. Ну вот, давай с этого, так сказать, и начнем, потому что купить эту штуку дел не хитрый, как я себе подозреваю. Хотя, может быть, ты скажешь, что это наоборот, дело такое умудренное. Давай сначала о правилах. Ну, слава богу, эти изменения вступили, о которых долго говорили, и в прошлом сезоне, вот так сказать, вот сейчас это и есть. Категория М с 16 лет, если я хочу, значит, управлять аппаратом, который до 50 кубических сантиметров объема. Ну, дело в том, что у нас в России всегда существует теория и практика. Не пугать. Неужели отменили? Нет, не отменили. У нас сейчас действует некий мораторий. Из-за чего это произошло? То есть все эти изменения, они должны были вступить еще в конце прошлого года. Ну, это касается не только мопедов и категории... Ну, там изменения были, да, широкие, автоматическая коробка. Да, автоматическая коробка, да, категории, там, подкатегории в зависимости от мощности. Но получилось у нас как? Что мы все это дело приняли, но нормативные документы не разработали. А их там куча ведомств. Это и Минюст, и МВД, и Министерство образования, они все участвуют в этом длительном процессе и участвуют до сих пор. Значит, они не договорились? Ну, на самом деле, там действительно есть много сложных моментов, и я бы вот так вот, ну, может быть, виноваты не эти ведомства, а то, что, ну, как бы заранее взяли и приняли. Вот, поторопились принять и объявить, что теперь у нас необходимо. Я тебя перебью и не до конца понял, но ведь есть же новый вот бланк этих прав, да, вот если кто, вот для тех, кто сейчас сдает. Я имею категорию Б, хочу вот просто до смерти научиться кататься на этом скутере, но не просто так, вот как это все мы делаем, а чтобы у меня была, соответственно, еще эта пометочка. Мне что, в ГАИ обратно, что ли, отправить, что, мол, не мешай работать? Скажем так, ну, во-первых, если у человека есть любая категория, то категория М ему не понадобится в будущем. И поэтому, скажем так, вот если бы... Две скутеры есть и 125 кубиков. Это уже категория А. Вот, а если А? Ну, на А-категорию, как и раньше, сдают на мотоцикл. То есть здесь вопрос... Да, это все, да, мы не можем только сейчас сдать на подкатегории, там, на А-1, там, на маломощную, ну, как бы, эту технику. Ну, нас сейчас интересует маломощность. Ну, это, ну, я имею в виду, вот именно как раз на 125 кубиков мы, на А-1 нельзя сдать. То есть человек приходит сейчас и сдает только на А, на все. Так. В силу того, что у нас не разработаны нормативные документы, ну, касающиеся... Подкатегорию М, грубо. Ну, в том числе и подкатегорию М. Если приходит, там, например, 16-летний парень, который хочет сдать на категорию М... Только? Да, только на категорию М, то ему говорят, обожди, мелок, пока ты сдать не можешь. Но в виде бонуса, в виде бонуса, чтобы ты не расстраивался, в настоящее время объявлен мораторий, и ГАИ не наказывает за управление без прав. Какая прелесть! И причем я вот специально тут поинтересовался, прежде чем к вам прийти, сегодня он звонил в ГАИ, а каким образом действуют с малолетками на этой технике, то есть поскольку у нас сейчас в том числе изменилось, что раньше можно было на мопед сесть 14 лет, а теперь 16. Но оказывается, ну, на это тоже сейчас закрывают глаза, и паспорт, что скажи-ка, мил человек, сколько тебе лет, не требует. Будем жить теперь по-новому, оставлять все по-старому, это старый сайт с комедии. Первый вопрос, здравствуйте, спасибо, что с нами, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да, прошу. Здравствуйте. Еще раз, здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос, значит, мне 27 лет, в открытой категории от Б до Е, включительно, с подкатегориями на автобус, прицепом и прочее, прочее. И вот хотел бы тут в связи с нашими пробками, незначаемо, приобрести себе двухколесное транспортное средство, но с объемом двигателя 300 кубических см. И, значит, вопрос заключается в следующем. Могу ли я, имея вся категория, управлять данным средством? Нет, необходима категория А, и причем сейчас, ну, уже экстерном сдавать нельзя, необходимо проходить обучение, и уже... Ну, это те мотоциклы, которые от 125 и дальше, вот, к трем сам кубикам, как вот сказал телезритель, да? Нет, у нас получается сейчас все, что больше 50 кубов, на эту технику необходима обыкновенная мотоциклетная категория А. Хорошо, тогда ладно. А наказание, если, имея другие категории, сесть на мотоцикл, это все равно как бесправ, то есть это штраф от 5 до 15 тысяч, причем мотоцикл, если никого не будет с этой категорией под рукой, загрузят и отправят на штрафстанк. Печально. Ладно, не будем. Не будем о грустном. Потом, скажи мне вот что, ну, раз под категории эти велись, надо ли ставить на учет вот эту штуку, потому что уже по-взрослому взялись за скутеристов? Нет, ну, обсуждался вопрос уже несколько лет назад, что как-то, чтобы их легализовать, и причем планировали первоначально в Москве вводить эту регистрацию, даже вводили, но получалось как, что можно было зарегистрировать технику, но никакого наказания за езду на незарегистрированной технике не было. А, вот что. Да, и поэтому смысла ее легализовывать нет, и тем более там сразу же возникает куча вопросов, то есть у нас десятки, сотни тысяч скутеров без документов, то есть у него там из документов есть, может быть, полученный чек. Это в лучшем случае, если чек из магазина, да? Да, то есть... Скутер одна штука, цена там 300 рублей. Да, во всяком случае там нет какого-то паспорта, транспортного средства. И в случае с чего этот чек не доказательствует? Ну, если там нет никаких вот, хотя бы какая-то буквенно-кодовая цифирь, что вот... Да, и поэтому как бы достаточно сложно человек приходит с техникой, ему надо говорить, что да, это вот моя техника, у нас же надо, ну, как бы бумагу какую-то... У своих, у вас мои документы, да, 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 все младшие. Именно так. Следующий вопрос, здравствуйте. Ах, какая жаль, но мы здесь еще, между прочим, 30 минут. Перенаберите нас. А, знаешь, вот что я хочу тебя спросить, и вот просто на разрыв, что называется, я понимаю, когда скутеры, да? Это тот же мопед, только вот он стал теперь благородный, там, красивый и так далее. Это все понятно. Все равно двигатель внутреннего сгорания, либо смесь бензина с маслом, если по старинке, а где-то там отдельные бачки, там сам он все это смешивает и так далее, электроскутеры появились. Вещица крайне прелюбопытная. Тогда вот скажи мне со своих высот, на такую штуку нужны права или нет вот этой подкатегории или категории? Ну, у нас получается, что под понятие мопеда попадают электроскутеры с мощностью от 0,5 до 4 киловатта, то есть, ну, это, ну, до 5,5 лошадиных сил. То есть, это под категорию мопеды. Те, что более мощные, они уже переходят в категорию мотоциклов. Ну, действительно, как бы техники это много, но, как правило, у нее, ну, все-таки, ее много продается, но на улице ее, как бы, крайне мало. Куда она уходит тогда, если ее продают? Нет, она не продается. То есть, она выставлена. Ну, основная причина следующая. То есть, малый пробег максимальный, то есть, на зарядке, в зависимости от модели, где-то от 20 до 50 километров, что не всегда удобно. И до полного заряда потом заряжать надо 8 часов. И второй фактор, что все-таки вся эта электрическая техника, она существенно дороже, получается, нежели техника с двигателем внутреннего сгорания. А 8 часов заряжать не надо. Да, ну, и получается, что это экономически, ну, невыгодно. И бог с ними, с этими электрическими делами, только скажи мне одно. Вот эта вот штука сеглей, да, когда от себя я поехал на себя, это является скутером или нет? Два же колеса? Вот я не помню, какая у него мощность. А, друзья, я его поймал. Ладно, хорошо. Ты не знаешь, но ты вот основываешься на своем опыте, сеглей. Ну, в моем понимании... Полицейский есть, наверное. В моем понимании, что он, скорее всего, падает под понятие мопед. В общем, есть такой штука, только на отдаче, аккуратно, иначе вот спросят, ну-ка, документы. Следующий звонок, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Да, прошу, ваш вопрос. Александр, Краснодарский край. Я хотел бы просто поинтересоваться, вот у меня есть возможность купить Макси-скутер Сузуки Скайвэр 650 или Ямаха Т-Макс. Какой? Посоветуете. Ну, на самом деле, советовать сложно. Другое дело, что вот техника Ямаха, она всегда славилась надежностью. И, ну, я насколько понимаю, смотрят именно новую технику. Ну, видимо, да, человек выбирает, потому что Макси-скутер, эта штука-то дорогая. Да. Ну, я бы, наверное, все-таки брал бы у себя Ямаха. А я однажды, совершенно с удилением узнал, что Ямаха, это вот три камертона, я до того видел рояли, в том числе и электрические, Ямаха, да? Я всегда думал, что это фирма, которая делает рояль. Тут бах. Ну, сейчас это две разных фирмы. То есть отдельно сейчас делают музыкальное оборудование. Это как в анекдоте, для реальных вот они делают мотоциклы, а вот для ботаников рояль. Нет, ну вот сейчас это абсолютно не связано между собой какими-либо там экономическими, там, или там с точки зрения акционеров и т.д. и т.п. Я понял. Разных компаний. Ладно, рояли оставим в сторону. Скажи мне вот такую вещь. А рояли брать не будем. Я-то думал, да, я-то думал, что вот лето, сейчас сезон такой, когда скутеры интересуют людей, ну, в силу, так сказать, доступности в большей степени. Ну, потому что Макси-скутер 650 кубиков, я так подозреваю, это должна быть хорошая вот и физическая подготовка, и вот какие-то навыки управления этим добром. Другое дело, 50 кубов, вот маленький такой, да, вот на сленге дырчик, я слышал, да? И вот, что такое в деревне там, да, вот эти каботажные такие переходы от дачи к магазину и обратно, что такое летом в округе там вот в своем микрорайончике покататься. Ну, в большей степени такие какие-то вот такие прикладные, нежели чем рабочие дела. Вот в этом сегменте что-то интересное есть или как бы производитель говорит, ребята, 50 кубиков это несерьезно, бросьте это все детям и пионерам и вступайте в ряды мощных и прочных моторов? Ну, на самом деле, что такое интересное, что такое неинтересное. Ну, давай. Да, ну, поэтому, во-первых, эта техника, она доступна. То есть, новые можно брать где-то от 40 тысяч, бушные можно найти там от 15 тысяч, что, ну, в общем-то, доступно фактически всем слоям населения. И в результате человек может сесть и поехать куда-то. И поэтому, ну, в силу того, что эта вещь доступна, она уже интересная. Ездят, там ассортимент настолько большой, что можно там на любой вкус и цвет выбрать. Если хочешь там более как бы спортивный, более с таким острым управлением, на котором реально можно погонять, ты можешь себе, ну, подобрать такой. И это будет тоже 50 кубиков? Да. Ты можешь себе выбрать, например, что-то в ретро-стиле, то есть вот в стиле... Ну, ретро я знаю, я знаю, я знаю, это веско, это красиво. Не, ну, опять же, сейчас, например, у нас вот Стелс выпускает, российская компания, Веломоторс выпускает технику под маркой Дюлери. Ты сам начал, я бы хотел тебя спросить, их теперь много, есть ли среди них вот те, которые отечественные? Ну, пусть не, так сказать, вот не на 100%, но, по крайней мере, тут вот здесь собирают с оглядкой на наши вкусы, с оглядкой на наши привычки, там, может быть, модели какие-то специальные там разрабатывают для нас. Ну, с учетом наших реалий, нет такого? Ну, на мой взгляд, там как бы нет такого, что с оглядкой именно на Россию что-то делают. Ну, безусловно, что подбирается какой-то оптимальный вариант, то есть это может быть там и какие-то чуть-чуть материалы, менять в зависимости от потребности, в зависимости от цены, в конце концов, этого материала. У нас сейчас выпускают Ирбис технику, ну, это, как правило, все-таки сборочные производства. У нас достаточно большое производство, эта компания выпускает, это Веломоторс под маркой Стелс, там большой ассортимент, в том числе, они же выпускают под маркой Бинелли, там как раз можно подобрать какой-то новый скутер, именно вот в ретро-стиле, который вот мне вот действительно прям очень нравится. Ладно, давай еще звоночек примем. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Саша, и мне сейчас 16 лет. Я закончил автошколу, у меня свидетельство на руках категории А. И я не могу сейчас сдать на категорию А, так как мне, мне сейчас 18 лет. И, по сути дела, я могу сдать на категорию А1. Но мне говорят, что сейчас не сдают на такую категорию. Что мне делать? Спасибо, Александр, все вначале сказал, но повтори, потому что из Алтайского края тоже спросили, со скольки лет. Да, что у нас получается, что на мотоцикл мы сдаем с 18 лет, на скутер мы сдаем с 16. И у нас получается, что сейчас у нас действует некий мораторий. Поскольку у нас не разработаны нормативные документы, то что-то у нас вступило в силу. Но вот самой сдачи под категорией сейчас нет. И сдачи на категорию М тоже у нас нет. И поэтому, если человек собирается на мотоцикл... Ну, в общем, есть и тихонечко. Да, нет, на мотоцикл он не может сейчас сдать. Нет, не может. Да, не может сдать. Лет не может. Да, а он может спокойно ездить без прав на скутере на 50-кубовом. Никто ему ничего не скажет. Понял. Скажи, вот какая история. Мы тут и в редакции судили-редели скутер, что это на сегодня больше... Действительно транспорт, в силу пробок и так далее сегодняшних. В любом городе, не обязательно Москва. Любой крупный город, 200 тысяч, там беда. У всех. Либо это все-таки игрушка. Вот мы вышли на улицы и у водителей, и автомобилистов. Мы спросили у них, задали им этот вопрос, скутер это полноценный вид транспорта или игрушка. Вот получили некие ответы, сейчас я предлагаю это дело посмотреть, а потом ты прокомментируешь, а вдруг люди, как я всегда надеюсь, какую-то вот свежую струйку это внесли, да, а ты еще об этом не знаешь. Вдруг. Давайте посмотрим вопрос. Как посмотреть? В целом как бы игрушки, но так как по дорогам ездят, наверное, лучше к полноценному транспорту отнести. Это игрушка. Почему? Ну, потому что я считаю, что на скутере нужно в каких-то специальных местах ездить, либо все-таки иметь какие-то права управления, потому что в основном дети ездят, и это всегда чревато какими-то аварийными ситуациями. Ну, не игрушка, это полноценный вид транспорта, потому что участвуют в транспортном движении, на дороге, поэтому как бы не игрушка точно. Да нет, я считаю, что нормальный транспорт. Почему? Да, во-первых, на машине зато разведе, а на скутере немножко попроще. Нет, ну скутер это полноценный вид транспорта. Я считаю, что надо более серьезно к этому относиться, потому что люди перемещаются с той скоростью, которую сами не могут контролировать. Ну, в основном дети, да, то есть это для них это может быть игрушка. Для более взрослых людей это вид транспорта, ну, на который, я считаю, нужно делать особые документы, чтобы не дети ездили, а уже, скажем так, серьезные, обученные молодые люди. Скутер это игрушка. Почему? Ну, потому что ноль безопасности и постоянное подвергание каких-то, и создание каких-то аварийных ситуаций на дороге, потому что ездят неопытные водители, вот, и очень часто, зачастую просто они неадекватно себя ведут, управляя этими скутерами на дороге. Ну, нет, конечно, игрушка, нельзя на нем развить большую скорость, да и потом, мне кажется, достаточно опасно, мешает движению. Ну, для кого как. Для меня он нормальный техник. Почему? На работу есть. Без пробок, без ничего. В общем, я понял одно. Плохо, что в большей степени этой штукой пользуются дети, потому что они вот без руля и без витрил. Но уж если вы на эту штуку сели, знаете, что вы полноценный участник. Ну, вот, ну, дело в том, что я лично считаю, что это нормальный транспорт. Вот. И причем, вот, в этом году и даже в прошлом я вижу, что гораздо больше стало, ну, какой-то молодежи такого, ну, студенческого возраста ездить. В принципе, ездят, да, ну, нормально, адекватно, ну, скажем так, пренебрегая, может быть, средствами защиты, на мой взгляд. Но об этом мы сейчас поговорим. Да, ну, что любопытно, что вот сейчас очень такая занятная статистика первых четырех месяцев аварийности в России. Причем первых четырех месяцев, наверное, январь, февраль и середину марта можно не считать. То есть это месяц-полтора. У нас сейчас колоссальный, колоссальный взрыв аварийности по мотоциклам. То есть в целом в России в полтора раза больше стало гибнуть и получать травмы. Ну, а это от чего? От того, что люди с рулем безбашенные или просто им не повезло, их кто-то не заметил? Ну, я думаю, что уши-то растут в первую очередь из-за того, что мотопарк увеличился. Но наверняка еще какие-то факторы. Вот я лично в этом вопросе не разобрался, потому что каких-то серьезных исследований наших я пока не видел. А что любопытно, что с точки зрения скутеров у нас рост аварий только на 6%. Причем, ну, что у нас считается аварией? У нас в официальную статистику попадают только так называемые учетные аварии. То есть учетные аварии – это когда есть пострадавшие. То есть если обычная вот эта вот жестянка, она не попадает в официальную статистику. У нас фигурирует только авария, где есть пострадавшие. Хорошо. Да мы тогда вот что. Выясним сейчас, прямо сейчас, что называется. Если мы с голосованием запустим, вы бы хотели купить скутер. Вот так сегодня звучит вопрос. Вы хотели бы купить скутер. Ну, и да, и нет, соответственно. А потом люди, кто нас сейчас смотрит, голосуют, 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 голосуют. Потом будут некие итоги. Ты их, естественно, прокомментируешь. Постараюсь. В конце программы. Прежде чем к безопасности перейти, у нас просто на линии телезрителей. Здравствуйте, мы вас слушаем. Прошу. Алло. Алло. Да, да. Алло, здравствуйте. Да, вперед, здравствуйте. Задавайте вопрос Александру. Я бы хотел спросить, а в этом году успеют подготовить эти документы? То есть в этом году не могут уже ввести, например, в августе или в июле, что придется сдавать уже эти права? То есть можно будет? Хорошо. Ну, скажем так, по неофициальной информации к концу лета, возможно, у нас все-таки все это дело разработают. Но официальной какой-то информации... Скажите, кто в этом деле больше тормозит? Министерство образования или все-таки... Ну, вот я не могу сказать, потому что они сейчас все работают. И каждый говорит, мы бы рады. Да. А там же зачастую, что одни что-то предлагают, другие с чем-то, ну, скажем, там, ну, не согласны. Они могут быть там... Не обязательно, что они затягивают, не обязательно, что там сидят какие-то идиоты. То есть там, может быть, люди, ну, скажем, действительно работают над достаточно серьезными вещами и не могут просто... Понял, 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 понял. Хотя, наверное, все это за полгода-то уже можно было сделать. Ну, какой-то элемент затягивания... Это справедливо, полгода, это шикарный срок, да. Да, элемент затягивания, он уже, как бы, явно присутствует. Хорошо. Саш, скажи, вот какая история. Ну, я так подозреваю, что люди, если покупают скутер, да, то отношения у него все-таки, ну, я боюсь, как бы, давить на общественное мнение, но это в большей степени такое вот игрушечное, развлекательное, поэтому... Ну, что-то нечто несерьезное. Поэтому шлем, перчатки или как это вот, черепашка, да, на спину. Это все, как бы, все, что настоящий моциклист себе наденет, уважающий себя, свое здоровье и так далее, скутерист этим предупреждает. Вот напрасно они, наверное, так делают, да, и что нужно, вот, чтобы себя обезопасить, вот, ну, впрямую, да, вот, то есть, в лоб решений. Шлем, перчатки, не знаю, мотоботы нужны, нет? Ну, вот, давай об этом. Ну, в принципе, у нас требуется, основное, это шлем, причем шлем должен быть застегнутым. Врачи... Какие-то хитрости есть, как его выбрать? Ну, как, это... Потому что в Мургуново, помнишь, была какая-то шикарная полусфера, а здесь такие кожные дела? Нет, ну, насчет шлема, там это вообще прям отдельная тема, об этом можно разговаривать долго, то есть, есть там различные основные категории, то есть, есть шлем, так называемый, интеграл, который полностью... Ну, фулл-фейс. Он закрывает вот так? Да, фулл-фейс, который закрывает. Есть вариации, что можно его поднимать, это модуляр, можно, ну, он просто... Да, есть открытый шлем, то есть, снизу нет, закрытый, то есть, вот так стекло. В основном, в основном ездят все-таки на скутерах в открытых шлемах. Что-то... Из защиты, вот, ну, какие-то куртки там, составы и так далее. Сейчас я насчет шлема еще не сказал. Да, получается, что, безусловно, там в интеграле, вот особенно сейчас, ездит жарко, в открытом лучше, но если упасть и удариться там челюстью, то... Вы сразу поймете, какой шлем нужно носить следующий. Ну, опять же, есть правило, что защиты мало не бывает, что чем больше ты на себя нацепишь, тем лучше. То есть, ну, конечно, хорошо, ну, врачи считают, что хуже всего ремонтируется голова и спина. Это вот две вещи, которые, если травмируются, то уже это все это дело реанимировать очень тяжело и по нижним временам достаточно дорого. Ну, получается, как, что мы, опять же, исходим из того, что если человек упадет на 50 км в час на асфальт, то это все равно, с чего он упадет, со скутера, либо с мотоцикла. Это все равно будет печально. Да, и он, когда волочится по этому асфальту, то он сдирает, соответственно, либо экипировку, либо кожу свою. Значит, мамы и папы, вот с этого момента вы поподробнее подведите свой чадок, которому вы собираетесь купить или уже купили. Эту штуковину. И теперь, Александр, я тебя прошу, повторяю еще раз, вот для них вот специально. Все равно, вот с этих слов, с какого аппарата вы упадете? Вы все равно раз, два, три. И получается, что? Ну, у молодежи другое дело, что там есть определенные какие-то компании, где считается, что ездить в экипировки – это не модно. Лузер. Да, что именно? Я с мальчишками разговариваю, говорю, вон, посмотри, вы там на видео смотрели, как там гоняют, там, и вели делают. Вот, видишь, говорю, у него экипировка и шлем, он говорит, так он же мастер, он же ездит, как, видишь, круто. А ты прямо начинаешь, и можно? Да, а я, ну, езжу так, у меня уже было, что я там один шлем свой какой-то старый презентовал мальчикам, которые катались. В общем, попытаюсь в меру сил производить там воспитательную работу, наверное, это, я не уверен, что какой-то эффект от этого есть. Ну, понятное дело, что уши должны от родителей России, потому что если они все-таки ему покупают, они должны как бы какое-то заключать соглашение, что мы тебе покупаем, но ты ездишь, по крайней мере, там, в шлеме, ну, можно ему какую-то куртку защиты красивую купить. Если она будет красивой, наверное, он ее будет носить. Это выход. Следующий звонок. Следующий звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, прошу. Вот у меня такой вопрос. Меня зовут Алексей, у меня есть категория А. Вот имею ли я право с этой категорией ездить на квадроцикле? Спасибо. Юридический ликбез продолжается. Ну, дело в том, что у нас как раз с квадроциклами, там идет путаница, в которой... Там что же категории какие-то есть? Нет, там дело в том, что у нас есть квадроциклы, которые относятся к дорогам общего пользования, а есть, которые не относятся. Те, которые трактаны права и вперед в поле. Да, и основная доминирующая масса всех квадроциклов, они относятся именно к тракторам. Это права машинности, никаких проблем. Да, ну, там получаешь удостоверение тракториста-машиниста, и, ну, в принципе, ты не имеешь права выезжать на дороге общего пользования, хотя прямого наказания за выезд нет, а есть наказание только за выезд на автомагистраль, на дорогу для автомобиля, и если есть знак, движение тракторов запрещено. И поэтому, то есть, ну, в силу того, что основная масса все-таки относится вот к тракторам, то я считаю, что нужно. Но если человек ездит в поле, то его может оштрафовать только гостехнодзор. Эти случаи очень, очень... Науке они неизвестны? Ну, нет, они известны, но... А это когда показательные рейды, да? Ну, да, то есть, там могут приезжать на какие-то сборища, им все-таки какие-то галочки, они все в ведомости должны ставить, поскольку без этого работа будет не видно. Да, но основная масса спокойно ездит без прав, ну, я думаю, что у нас, наверное, что-то изменится, но вот в настоящее время... Да, это с нас недолго. Да. Ты говорил о том, что новый скутер, это примерно плюс-минус 40 тысяч рублей, да? Ну, так сказать, мы не берем грандов, типа там, Peugeot, BMW, я вот тут картиночки посмотрел, а особенно ценники на это изделие, это же ужас. Даже, как бы, вот индийские аппараты теперь стоят относительно доступных денег, чем... А что ты скажешь про рынок БУ, вот этих скутеров, этих мопедиков и так далее, насколько он у нас сейчас развит, и можно ли там что-то найти такое вот? Потому что одно дело, машина какая-то новая, двухколесная, ну, по крайней мере, она новая, да? Если что-то сломается, ну, я не знаю, гарантийный слой, какие-то обязательства существуют, да? А БУшная? Нет, он рынок большой, потому что есть, во-первых, со вторичного рынка, с нашего, кто брал, покатался и взял, например, себе или Макси-скутер, или там мотоцикл, или просто решил, что я не хочу на этом ездить, например, упал без экипировки. И это ухвати, чтобы отбить, это вот раз и всегда. Да, и понял, что он не хочет больше ездить вообще на двухколесного, в принципе, никогда. Хотя, если бы он был одет, то, наверное, и дальше продолжал бы ездить. И, плюс ко всему, к нам везут активно ту же технику из Японии. По-прежнему. Да, по-прежнему. Ну, понятное дело, что покупка БУшная, это там неважно, машина, ну, автомобиль, либо скутер, это все равно какой-то кот в мешке. Вот мне, например, рассказывали, как действительный случай, хотя вот мне не верится в это, что в 90-е годы продали скутер, в котором был выпилен деревянный поршень. И он пробную поездку выдержал, а через некоторое время уже прогорел. Ну, это, может быть, было в 90-е, ну, когда, ну, это любая, там, эта деталюшка стоила там. Ну, да, любая такая красота шла на уровень. Это, ну, 30 долларов, это были большие деньги. Сейчас вряд ли такое можно уже встретить, но, ну, скажем так, в какие-то большие конторы, все-таки, я думаю, не стремятся обмануть, но можно нарваться на плохой товар, когда тебя даже не пытаются обмануть. Потому что они все-таки приезжают и берут это с копом, а в той же Японии, например, эти скутеры, там, они могли долгое время простоять на берегу моря. А это влага и так далее, что разъемы... Да, его везли и так далее, то есть там, ну, какие-то могут быть. Ну, как, что-то советуется, ну, это элементарная вещь, что если там сочится масло, если дымит... Уйди же в сторону, найдите луч. Если дымит четырехтактный, двухтактный и так может дымить. Давай, примем еще звоночек. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос только быстренько. Алло. Алло, здравствуйте, вы меня слышите? Да-да-да, давайте, прошу. Я бы хотел узнать, является ли скутер объемом 49 кубических км транспортным средством, и распространяются ли на него какие-либо наказания за нарушение движения по ДВМ? Если, допустим, без шлема останавливают, является ли правомышленным наказанием вообще за какие-то нарушения, обладают скутером с такой категорией? А отвечает мотоциклетный юрист Александр Жихрецкий. Да, ситуация следующая. То есть вот в этой, в 12-й автомобильной главе, на мопеды, на мопеды, у нас идет, сейчас, я еще что-то вдруг забыл, то ли 24-я, то ли 24-я, кажется, статья. То есть там первая часть, это относится к пешеходам, вторая часть идет нарушение правил дорожного движения водителями велосипедов и мопедов, штраф 800 рублей. Третья часть, если человек был нетрезв, то он уже платит от 1000 до 1500. И поэтому теперь сразу же предвосхищаю твой вопрос, что у нас является нарушениями правил. Ну что? Да. Только конспективно, у нас две минуты. Да, у нас езда без шлема, раз, поворот налево и с дороги, где более двух полос, в одну сторону, два, нельзя сажать ребенка менее 7 лет, нельзя перевозить груз, если он выступает, больше, чем на 50 сантиметров. То есть вот это вот является нарушениями. И за это могут оштрафовать. Мы задавали вопрос, хотели бы вы купить себе скутер, да или нет? Вот как ты думаешь, я знаю цифры, знают люди, на экране сейчас есть. Ты не знаешь, я, и ты, ну сколько, как ты думаешь процентов? Ну я считаю, что 15% скажет да, 85% нет. Да ты не угадал? Ты не угадал! Да. 50, 57, да? 57% сказали, что да. О, я с вами. 57 и вот после запятой наш Александр Жив, который вот полностью на вашей стороне. Саша, совсем буквально мало времени осталось. Во-первых, спасибо, что ты пришел. Во-вторых, я вам напоминаю, что не только наша беседа, а вообще весь Телеком Автоплюс теперь есть в мобильном приложении, вот на этих самых знаменитых спартфонов, вне зависимости, какая у вас платформа, iOS, Android или вдруг еще что-то, пока мы тут сидим, придумали. Скажи вот буквально конспективно 30-40 секунд тебе, вот совсем чайник, но купил скутер, купил шлем, в общем трезвый, все, сел. Какие-то основные правила, чтобы вот поехать и не удариться, и не отбить себе охоту к желанию кататься? Ну, не знаю, вот я лично советую людям садиться на два колеса после того, как они года три поездили на автомобиле по улицам и поняли как бы не только правила, а вот определенную психологию, чтобы он понимал, что эта машина сейчас будет. Потому что если человек этого не понимает, у него мысли маленькие и коротенькие, как у Буратино. То есть он увидел вот дырочку, туда всунулся, и его прижали. И поэтому я все-таки не рекомендую людям брать и сходу садиться на эту технику, поскольку травмоопасность велика. И, в общем, исключительно с точки зрения собственной безопасности. Вот то, что сказал Александр, я готов под каждым словом подписаться, но если кратко, я вот так попробую тебе это сеть. Резюмировать, люди, те, которые покупают вот эту вот двухколесную технику, не будьте буратинами. А если взять, так сказать, глубоко, то мы с вами одной кровью. И те, кто ездит на четырех колесах, и те, кто ездит на двух колесах. А те, кто на двух колесах потом садятся, все равно на четыре колеса, вероятно, не всего. Поэтому давайте друг друга уважать. Это была программа «Артоэкспертиза». Мы убирали скутер с Александром Жихревым. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин